Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире Формула Права, с вами я, Анастасия Брайчева, мы продолжаем сегодня цикл, я могу сказать, наверное, передач, потому что очень надеюсь, что Сергей Юрьевич Фабричный, который сегодня меня в студии, сможет нам рассказать еще не раз о тех изменениях гражданского законодательства, которые частично уже приняты и частично сейчас рассматриваются, так представляя эксперта в студии, Сергей Юрьевич Фабричный, депутат Государственной Думы, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Доброе утро. 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 Если говорить в целом о содержании системы мирозащиты, которые предусмотрены в новой редакции ст. 152 Гражданского кодекса РФ, здесь нужно иметь в виду следующее. В целом система мирозащиты зависит от того, какого характера информация распространяется о гражданине и какой характер эта информация носит. Она может быть ложной информацией, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. И эта информация может быть ложной, но нейтральной или доброй по отношению к гражданину. В зависимости от этого уже выстраивается система мирозащиты и особенности применения этих мирозащиты. Что я имею в виду? Если мы берем первую часть, ложная информация, которая носит порочащий характер. Здесь возможная система мир, она заключается в следующем. Можно требовать опровержения той информации, которая носит порочащий характер или ответа, или того и другого на выбор заявителя. Можно, если информация широко распространилась и опровержением или ответом удовлетвориться в данном случае невозможно. Можно требовать удаления соответствующей информации, допустим, вырвать листок из журнала, удалить листок из журнала или стереть файл на жестком диске. В случае, если удалить ложную информацию без уничтожения материальных носителей невозможно. В этом случае речь может идти об изъятии тиража, речь может идти, допустим, об изъятии всего тиража рекламных плакатов. Если информация распространяется в интернете, соответственно, у заявителя появляется право требовать удаления или опровержения этой информации. Ну и если, наконец, не найти ответчика, то в этом случае суд вправе принять решение о том, что информация распространенная в отношении гражданина Х не соответствует действительности. Сергей Юрьевич, на секунду перебьем. Это система мер, Настя, это система мер в случае, если ложная информация носит порочащий характер по отношению гражданину. В принципе, такая же система мер вводится новая часть десятая в статье 52-й, 152-й. Эта же система мер работает и в случае, если ложная информация носит нейтральный или добрый характер по отношению гражданину. То, чего у нас вообще не было. Да, опровержение, изъятие, уничтожение и так далее, и так далее. Все, о чем я сказал несколько выше. Но в этом случае есть ряд особенностей, которые нужно иметь в виду. Первое, ну, во-первых, что это за информация? Что это за информация может быть? Например, распространить информацию о том, что человек выиграл конкурс, победил там на Олимпиаде на какой-нибудь, что, в принципе, приятно каждому из нас. И вам было бы приятно, и мне, наверное, но это не соответствует действительности. Или, например, распространяется информация о том, что у конкретного мужчины несколько детей, там, пять, например. Или мама многодетная. В принципе, информация, ну, вот видите, и по вашей реакции, видно, носит такой... Я просто представила в жизни себе, если такую информацию распространить. Это носит такой, ну, добрый характер, да, человеческий. Но в случае, если эта информация не соответствует действительности, естественно, это затрагивает интересы конкретного человека, затрагивает интересы его частной жизни. И вот в этом случае возможны все те самые системы, все те самые меры защиты, о которых мы уже говорили ранее. Но нужно иметь в виду, что, во-первых, требовать возмещения морального вреда нельзя. Если информация, скажем так, не порочащая. Нейтральная или добрая. Нет права на требование компенсации морального вреда. Бремя доказывания в этом случае возлагается на лицо, в отношении которого распространяется такая добрая ложь, добрая ложь в кавычках. И срок исковой давности по делам подобного рода составляет не три года по общему правилу, а один год. Вот особенности. Ну то есть если человек считает, что действительно сильно затронут его права, он в течение года, я думаю, успеет это почувствовать. Абсолютно. Потому что если не успел, наверное, это не стоит защищать. Почему я хотела вас перебить, Сергей Юрьевич, просто вспомнила. Дело в том, что у меня в руках было несколько решений судов, в которых было отказано в удалении с интернет сайтов, точнее с электронных средств массовой информации, зарегистрированных в качестве таковых информации, в связи с тем, что такой способ был не предусмотрен в качестве защиты, чести, достоинства гражданина в данной ситуации. То есть вот то, что вы сейчас говорите, это на самом деле очень важно, потому что электронные средства массовой информации, ну они уже фактически на каждом шагу, и не только те, которые зарегистрированы в качестве таковых в общем и целом, а масса интернет-сайтов, которые не зарегистрированы. Сейчас есть фактический механизм, который позволяет требовать именно физического удаления сайта, потому что у нас было в свое время постановление Пленума Верховного Суда, который говорил о том, по-моему, как раз по делам о защите чести и достоинстве деловой репутации, который говорил о том, что к интернету есть доступ у всех, к информации, которая хранится в интернете, есть доступ у всех, у кого есть сама по себе сеть. Мы сейчас прервемся на две минуты, выслушаем новости и продолжим нашу беседу. Итак, мы продолжаем обсуждать сегодня тему изменения в гражданском законодательстве. Сергей Юрьевич Фабричный у меня в студии, депутат Государственной Думы, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Сергей Юрьевич, вот мы говорили о защите чести и достоинства. Вы со мной в самом начале не согласились, я сказала, что работает, по моему субъективному мнению, не очень эффективна ныне существующая система защиты чести и достоинства. Если речь идет о компенсациях, они, как правило, настолько мизерные, что просто, хотя у нас, наверное, везде сейчас моральный вред заискивается, по любому основанию он заискивается в очень крошечных суммах. Ну и кроме всего прочего, да, можно было требовать, конечно, ответа и опровержения. Вот сейчас вы рассказали нашим слушателям, что уже большое количество предусматривается способов, которые прямо прописываются, чтобы не было возможности, ну скажем так, даже манипулировать, отказать человеку, потому что это не прописано в законе. В том числе и в интернете, о чем мы немного раньше сказали. А вот скажите, пожалуйста, меня очень заинтересовало, я думаю, что нашим слушателям тоже интересно, тем более вы такой пример привели про несколько детей и мужчин, я подумала, что в какой-то ситуации он может честь этой порочищи, наверное, информации, тут еще придется в суде повоевать. Но тем не менее, я хочу нашим слушателям напомнить то, о чем мы говорили в первой как раз части нашей программы, она очень быстро пролетела, что сейчас можно защищать свое честь и достоинство, не только в том случае, если распространена ложная порочащая информация, но и в том случае, если, как вы сказали, добрая ложь, то есть, по идее, она не несет порочащего характера, но затрагивает какие-то личные неимущественные права гражданина, хотя, возможно, имущественные. Тут, кстати, производится разграничение или нет, Сергей Юрьевич? И, соответственно, можно тоже защищать в несколько более узком виде. Ну, не имущественные, потому что мы ведь говорим о том, что честь, достоинство, деловая репутация в силу положения статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, так же, как и частная жизнь, о которой поговорим чуть позже, они относятся к нематериальным благам. Нематериальные блага – это блага, которые неотделимы от нас с вами, которые не участвуют в экономическом обороте, не имеют стоимосного выражения, но от этого они для нас с вами не менее оценны. Но все-таки деловая репутация в особенности, хотя честь и достоинство тоже во многих случаях может иметь прямое отношение и влияние и на имущественные права гражданина. В частности, в некоторых ситуациях он даже просто гражданин, может быть, не заключит какую-то сделку. Если речь идет уже о бизнесмене, то тут могут быть более тяжелые последствия. Деловая репутация – это наши с вами профессиональные качества, это та оценка, которая дается нам с вами и всем людям, которые занимаются конкретным делом, в профессиональной среде. Сергей Юрьевич, можете нас посвятить, наверное, в тайны, когда это будет в окончательной форме уже приниматься по планам, и когда в принципе можно теоретически, я знаю, что вы не можете нам сказать ровно тогда и никогда иначе, потому что это все мы говорим о будущем, когда возможно нам ожидать уже начало действия такого рода норм, в том виде, в котором они будут приняты. Я напомню нашим слушателям, что сегодня они еще прошли второе чтение, правильно я понимаю? Да, второе чтение, я думаю, что в рамках этой весенней сессии мы приняем данный законопроект в третьем чтении, далее Совет Федерации, президент Российской Федерации. По нашим расчетам с 1 октября 2013 года эти изменения должны быть в силу. То есть уже в этом году это можно? Совершенно верно, да, в 2013 году, с 1 октября. Что еще у нас существенного? Вводится новая статья «Охрана частной жизни гражданина», она тоже, насколько я могу судить, по средствам массовой информации вызывает живой интерес, причем самые разные комментарии, относящиеся к этой статье в разных средствах массовой информации, публикуются. Это проектная статья 152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Я напомню, что частная жизнь гражданина – это тоже нематериальное благо. Это тоже объект гражданских прав, и по большому счету частная жизнь гражданина не расшифровывается в статьях Гражданского кодекса, которые существуют в настоящее время. Но только персональные данные как-то можно упаковывать. В этой проектной статье сделана попытка определить круг вопросов, которые являются составной частью понятия частная жизнь гражданина. Это информация о происхождении гражданина, о месте его проживания, о его личной и семейной жизни. Способы защиты, в том случае, если распространяется без согласия конкретного гражданина, информация о его происхождении, о его личной и семейной жизни, они достаточно жесткие. Он вправе обратиться в суд с требованием об удалении информации. Кроме того, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении распространения информации путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных экземпляров материальных носителей, если без уничтожения материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно. Вступление в силу статьи 152.2, то же самое с 1 октября 2013 года. Это, если хотите, попытка законодателя рассказать, что такое частная жизнь. Мы говорили о защите чести, достоинствах, деловой репутации, о расширении мер по защите этих нематериальных благ, честь, достоинствах, деловой репутации. Я напомню, что частная жизнь также является нематериальным благом и относится к объектам гражданских прав наряду с честью, достоинством и деловой репутацией. Я вот про папарацци подумала как раз, и действительно тут получается, что если гражданин, о котором распространены сведения о его частной жизни вот таким вот образом, то есть тайно сфотографировано, особенно это касается, возможно, звезд или известных каких-то людей, вот в связи с этим у меня сразу вопрос возник. Есть люди, которые ведут общественную жизнь, да? То есть они сами выбрали себе такую жизнь, при которой они являются публичными людьми, неважно в какой области, это может быть творческая деятельность, это может быть государственная деятельность, какая годная деятельность. Вот в этой части раньше достаточно твердая оговорка была, что если имеет общественное значение, то не подлежит защите в данной ситуации. А вот тут как? Она остается? Ну, эта оговорка остается. Я отмечу, что прямо указано в тексте статьи, что не является нарушением закона и, соответственно, основанием для привлечения к ответственности. Первое, общедоступная информация. Второе, информация, которая раскрывается самим гражданином. И третья информация, которая используется в государственных, общественных и публичных интересах о частной жизни гражданина. Мы ведь о себе на самом деле рассказываем немало. В тех или иных материалах, репортажах, в силу своей профессиональной деятельности, если речь идет о публичных людях, люди, занимающие государственные должности, заполняют декларации. Ну, декларации, понятно, которые публикуются, это уже в силу закона, да, где они живут, какое у них имущество, есть супруга или нет. А, собственно говоря, документы... Эта информация используется в государственных, в публичных интересах. Это требование обязательное, которое предъявляется к лицу, которое занимается публичной деятельностью. Кроме того, мы, когда поступаем на работу, заполняем тоже определенные документы, рассказываем о своем происхождении, где мы родились, рассказываем о составе своей семьи и так далее, и так далее. Вот эти сведения, которые становятся общедоступными в силу публичной деятельности гражданина, сведения, которые раскрываются им самим, и которые являются доступными для всеобщего обозрения и обсуждения в силу требований законодательства. Они не защищают. Они, да, абсолютно верно. Ну, публичный человек, он ведь... Осознанно отошел, да? В силу своей профессиональной деятельности абсолютно должен прекрасно понимать, что он выставляет себя на всеобщее обозрение, и от этого никуда не уйдешь. Здесь не должно быть никаких обид. То есть профессия папарацци никуда не денется? Если не хочется, чтобы о тебе много говорили и обсуждали те или иные твои дела и поступки, решения, то, соответственно, нужно не заниматься публичной деятельностью, не нужно заниматься публичной деятельностью. Это абсолютно нормально, с моей точки зрения. А вот скажите, пожалуйста, вы, Сергей Юрьевич, сказали такую фразу, что это попытка объяснить, что такое частная жизнь. Собственно говоря, такие попытки, на мой взгляд, законодательстве уже имели место быть. Был и указ президента, и закон о персональных данных, и частично некоторые нормы есть даже в уголовном кодексе, в общем и целом. Вот как-то анализируется практика? Или сейчас есть желание дать толчок новой практике, посмотреть, как она будет развиваться, и в дальнейшем, возможно, корректировать? Или это норма уже более-менее в окончательной форме? Мы на самом деле ведь сохраняем основное тело Гражданского кодекса Российской Федерации, и когда говорим о тех изменениях, которые вносятся, мы говорим о модернизации гражданского законодательства. Ведь вспомните, что, например, часть первого Гражданского кодекса у нас принималась в 1994 году. Огромная дистанция с точки зрения развития экономических, политических, социальных отношений пройдена страной и всеми нами за это время. Поэтому, конечно, анализ делается. Делается анализ правоприменительной практики. И зачастую, как раз вот судебная практика является таким, если хотите, своеобразным толчком для последующих сменений в законодательстве. Делается анализ зарубежного законодательства, потому что, если мы говорим о сети интернет, совершенно очевидно, что это интернациональное явление. И здесь мы с вами в любом случае должны прекрасно понимать, что это явление экстерриториальное, явление, которое существует... А как защищать свои права? Вот у меня сразу, как, наверное, практика вопрос. Как защищать даже информацию, порочащую или нет в данной ситуации? Если, например, говоря о сети интернет, находится этот сервер где-то в другой стране, как может суд принять решение, обязать компанию с другой стороны что-то убрать со своего сайта? Реально или нет? Мы, в первую очередь, должны говорить о выстраивании понятной и надежной системы защиты в рамках нашей страны. Конечно. А если говорить о защите своих интересов, своего доброго имени за пределами Российской Федерации, мне кажется, здесь нужно идти по пути международных соглашений. Собственно, следующая тема, к которой мы, наверное, с вами перейдем, рано или поздно, это защита интеллектуальных прав. И вот как раз на том механизме защиты интеллектуальных прав, который сейчас обсуждается в Государственной Думе, который прошел первое чтение, можно будет увидеть образец, если хотите, образец не в смысле совершенства, а просто пример учета и международной практики, которая существует в настоящее время, и которая является также предметом рассмотрения и обсуждения при выстраивании нашей внутренней модели. Сергей Юрьевич, я думаю, что сейчас мы, наши слушатели, выслушаем новости, вернемся буквально через две минуты в эфир, и как раз приступим к обсуждению вот того вопроса, который вы сейчас подняли, это вопрос по интеллектуальным правам. Итак, слушаем новости, возвращаемся в эфир. Мы продолжаем тему изменения в гражданском законодательстве. Я напомню, что Сергей Юрьевич Фабричный, депутат Государственной Думы, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, сегодня у меня в студии. И мы обсуждаем те изменения, тот ряд изменений, потому что они различные, действительно касаются различных областей нашей деятельности. Мне кажется, на мой субъективный взгляд, они касаются каждого из нас. И если мы обсуждали защиту чести и достоинства, объекты, точнее, даже гражданских прав, потому что мы затронули и вопросы недвижимости, имущественных комплексов, то вот вы, Сергей Юрьевич, сказали, что мы будем говорить об интеллектуальных правах. Я думаю, что это тоже многим интересно. И, собственно говоря, что у нас будет нового? Мы с вами эту тему немного затрагивали несколько ранее, когда говорили о том, что появляется новое проектное решение, статья 12.53.1, «Особенности ответственности информационного посредника». Нет такой статьи в настоящее время в Гражданском кодексе Российской Федерации. И, собственно, эта статья, когда проходила первое чтение в Государственной Думе, с нашей точки зрения, было, вот, если хотите, достаточной для того, чтобы сформулировать ориентиры, которые выработаны до этого были судебной практикой, и предложить их интернет-сообществу, предложить их пользователям, предложить их правообладателям. Мы выделяли две группы информационных посредников, те, которые передают информацию, и те, которые размещают информацию. И говорили о том, что в случае, если эти интернет-посредники не выполняют определенные правила, они считаются виновными. Они считаются виновными в силу того, что это люди, которые могут принимать определенные меры, но не принимают их. При этом, в качестве условий выдвигали следующее. Например, информационный посредник, который передает информацию. он считается невиновным, не привлекается к ответственности. В том случае, если он не знал о содержании передаваемого материала, не был его инициатором, не изменял его, этот материал, но кроме каких-то технологических особенностей, и не знал, что передача данного материала нарушает исключительные права, конкретного права обладателя. Мы сейчас, правильно я понимаю, можем говорить об интернет-провайдерах, например? Да, да. То есть те, которые передают, понятно, что они не отслеживают каждый байт передаваемой информации. Как это будет работать тогда? Как они узнают? Вот есть интернет-провайдер, к ним подсоединены сотни пользователей, которые что-то куда-то передают? В данном случае предполагается, что он это может узнать от правообладателя, от обладателя исключительных прав, который может уведомить соответствующего интернет-провайдера о том, что передача данного материала нарушается исключительные права конкретного правообладателя, физического или юридического лица, и передача этой информации совершенно верно происходит через него. Он должен принять меры. Если не принимает, тогда наступает ответственность. Тогда он виновен. Абсолютно верно. Тогда он виновен. Есть другая группа информационных посередей, которые обеспечивают размещение материала в сети. Они тоже по определению не виновны, но в том случае, если они не принимают мер, когда к ним поступает соответствующий запрос правообладателя, соответственно, они становятся виновны. Вот эта конструкция была разработана и принята в первом чтении. 12.53 со значком 1. Особенности ответственности информационного посредника. Сейчас первое чтение. В Государственной Думе прошел новый законопроект, который представляет из себя совокупность норм материальных, процессуальных и административных. В качестве материальных норм взята та редакция, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Редакция статьи 12.53.1, прошедшая первое чтение при обсуждении поправок в гражданский кодекс. К этому добавляются изменения процессуального характера, которые предусматривают наличие обеспечительных мер, направленные на ограничение доступа к информации. Пока идет разбирательство, да? Для этого вводится специальная статья 144 со значком 1 в гражданский процессуальный кодекс. И, соответственно, в случае, если заявитель обращается в суд с просьбой о обеспечении его заявления, суд выносит определение и выдает исполнительный лист в отношении федерального органа. В данном случае, я так понимаю, это будет Роскомнадзор. У Роскомнадзора появляются возможности административного воздействия, которые заключаются в следующем. В течение трех дней Роскомнадзор определяет интернет-провайдера, который размещает информацию, выносит ему предупреждение о недопустимости подобного рода действий. У интернет-провайдера сутки для того, чтобы найти того, кто эту информацию размещает. Посредством его сутки на удаление этой информации. Если этого не происходит, то происходит блокировка сайта. Вот в общих деталях такая схема. Я еще раз обращаю внимание, что первоначально речь шла о формулировании норм материального права. Нормы процессуального права и способа административного воздействия. Это предложения, которые появились уже при обсуждении ст. 12.53.1 между первым и вторым чтением. Эта тема сейчас обсуждается. Есть целый ряд заключений комитетов, самых разных комитетов Государственной Думы. Вполне возможно, что в течение весенней сессии мы рассмотрим этот законопроект во втором чтении. Поправок много, поправки носят разный характер, но мне представляется, что в данном случае предпринята попытка выработки комплексных правил игры. Потому что зачастую мы ведь используя тот или иной контент и не даем себе отчета в том, законно это или незаконно. При этом мы, вырабатывая подобную конструкцию, стараемся найти компромисс между интересами правообладателей, между интересами интернет-пользователей и между интересами интернет-посредников. Я просто сейчас слушаю вас и понимаю, я как, опять же, правоприменитель, я понимаю, что фактически сейчас у правообладателей будет просто прописанный в законе механизм. Потому что раньше, по сути, детально он прописан не был. И не только сам механизм, как он может действовать изначально, вот обнаружил некий объект своих интеллектуальных прав где-то на сайте, написал письмо, не ответили, все, пошло виновное действие, можно уже определенным механизмом защищать, в том числе государством, в том числе с блокировкой сайта. То есть механизм, я так понимаю, что он все-таки должен стать действительно действующим. Потому что раньше происходило следующее. Я сейчас, кстати, вспомнила совершенно, немножко отвлекусь на секунду, у меня давно-давно, еще когда я поступала в адвокатуру, я писала уже в бускной, скажем так, адвокатский тогда назывался реферат. И это была работа, которая очень быстро появилась в сети. Сейчас она на каждом сайте рефератов везде лежит. И я в какой-то момент не стала просто любопытной профессиональной. Я уже свыклась с мыслью, что она лежит на совершенно необозримом количестве сайтов, эта работа. И я в несколько, которые вверху поиска были, написала, что, пожалуйста, внесите мою, там фамилия везде, правда, указана, внесите адрес моего сайта со ссылкой. Пожалуйста, используйте, но со ссылкой. Ну, скажем, несколько сайтов, процентов 50, очень быстро, оперативно добавили эту ссылку. Не проверяю вообще, кто я и что я, но тем не менее. Это нормальное действие абсолютно. Да, а вот примерно другая половина, либо не ответили мне, либо ничего не сделали. Лишь несколько сайтов удалили эту работу. Как бы не стали проверять, но тем не менее удалили эту работу. То есть, по сути, механизм нет, я это, скорее, сделала даже из интереса. Мне просто было любопытно, как это будет работать. В расчете на ту же самую добросовестность. В расчете? Ну, мне даже было интересно, будет ли добросовестность. Потому что, ну, я еще раз говорю, что я лично привыкла, что эта работа везде лежит. Я не оцениваю ее в какие-то, может быть, материальные блага для себя лично, но это совершенно другая ситуация. Это просто мой личный интерес на моем личном примере. Но он как раз о том, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Потому что если бы я начала это делать уже после вступления, таких норм, мы напомним нашим слушателям, что они еще не вступили в силу, что они еще не работают. Они пока прочитывают первое чтение, готовятся к рассмотрению во втором чтении и говорить об окончательной редакции пока преждевременно, совершенно верно. Но даже вот в той форме, в которой мы обсуждаем их сегодня, я понимаю, что при желании мне было бы гораздо проще воевать со всеми теми сайтами, с которыми бы я захотела воевать, чтобы они либо убрали мою работу, либо использовали ее надлежащим образом. Смотрите, собственно, порядок обращения напрямую к интернет-провайдерам. Сейчас у правообладателей существует. Он есть, он действует. И есть определенная судебная практика. Есть даже два постановления пленума Высшего арбитражного сада 2008 и 2012 годов, по-моему, которые как раз посвящены проблематике защиты интеллектуальных прав. Мы в данном случае говорим о том, что появляется возможность судебной защиты, появляется возможность административного вмешательства, потому что ведь эта система взаимоотношений, она достаточно разветвленная, она усложняется, по большому счету, очень быстрыми темпами. И знаете, я ведь, насколько понимаю, это не уникальное изобретение Российской Федерации в данном случае. Если мы посмотрим, например, на французскую практику участия административного органа в защите исключительных прав правообладателя, это нормальная практика. Она существует, по-моему, с 2010 года, когда правообладатель пишет заявление в административный, специально определенный французским законодательством орган о нарушении своих прав. Чиновники сначала имейл отправляют нарушителю, ждут от него реакции. Если нарушение повторяется, ему уже выносят предупреждение. В том случае, если он не реагирует ни первый, ни второй раз, его просто-напросто отключают от интернета. Я немножко даже с другой точки зрения, не с точки зрения бизнеса, потому что все-таки арбитражный суд, хозяйственные споры осмотрят, а даже с точки зрения людей, для каждого своя ценность есть в их интеллектуальной, да, определенной собственности. Сейчас, если будут дополнительно, то есть после этого письма, письмо написать можно. Никто никогда никого не ограничивал написать письмо. Да, ну никто, ну не ответили, не ответили, ну удалили, удалили, не удалили, ну как бы и хорошо. Если будут реально работающие меры ответственности, и тот человек, который получил это письмо, соответственно, не отреагирует, он уже должен будет понимать, что это не просто действие, ну кто-то мне там написал, я забыл и все. То есть это уже действие, по сути, юридически значимое, которое на всем его бизнесе в определенной степени может сказаться. Конечно, и здесь ведь возможны и меры компенсации, выплаты компенсации по нашему законодательству от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за нарушение исключительных прав. Поэтому тут целая совокупность, я еще раз подчеркну, и материальное право, и процессуальное право, и участие административных органов. А вот Сергей Юрьевич, тоже вопрос мне сразу в связи с Роскомнадзором. Я единственное на память не помню и не буду говорить, что знаю. У нас интернет-провайдеры, они же, конечно, должны, наверное, какую-то сертификацию проходить или лицензирование. Да, на использование каналов передачи данных, что что-то там такое есть. Соответственно, если интернет-провайдер, мы говорим сейчас о том, кто передает данные, если интернет-провайдер многократно нарушает и, ну, то есть становится виновным в том смысле, в котором вот вы сейчас говорили, после получения информации о том, что распространяется при его помощи, нарушаются интеллектуальные права, он не принимает никаких мер. Интернет-провайдер получил, допустим, многократное предписание от Роскомнадзора. Будут лишать или не будут лишать вот этих разрешительных документов на действие в принципе как провайдер? Ну, в том законоприятии, который мы с вами сейчас обсуждаем и который готовится ко второму чтению, вот многократность, повторяемость и санкции, которые, возможно, будут в этом случае применены, пока не являются предметом обсуждения. Пока мы говорим очень просто. Если интернет-провайдер не реагирует на представление Роскомнадзора, ему ограничивают доступ к ресурсу, если это не делает, если провайдер ограничивает доступ к ресурсу владельцу сайта, если это не делает провайдер, то это тогда делает Роскомнадзор. Да, пока на этом точка. Вот в том виде, в котором законопроект прошел в первом чтении, история не носит такой вот длящийся характер. Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня обсуждаем изменения в гражданском законодательстве. Мы сейчас выслушаем новости и сразу после этого вернемся к нам в эфир. Итак, продолжаем тему изменения в гражданском законодательстве. Сергей Юрьевич Фабричный, депутат Государственной Думы, член Комитета по гражданскому уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Сегодня у меня в студии такой длинный комитет, что мне дыхания не хватает все сразу прочитать. Нужно набрать побольше воздуха в ледке. Я очень надеюсь, что вы дадите нам такую возможность, потому что вот даже сегодняшняя программа мы начали с объектов, потом говорили о защите чести и достоинства, потом мы говорили, вот сейчас говорим, точнее, до этого говорили об охране частной жизни, сейчас говорим об интеллектуальных правах. И я понимаю, что это всего лишь, в общем, целом часть. Да, вот что нас ждет еще, Сергей Юрьевич? Нас ждет с вами впереди осень, я думаю, что в весеннюю сессию третий блок поправок, который мы рассмотрели во втором чтении, и, как я сказал, вполне возможно, успеем рассмотреть в третьем чтении, это исчерпывающая программа работы комитета над гражданским кодексом. Кроме того, второе чтение должно пройти законопроект, который мы обсуждали только что, законопроект направлен на защиту интеллектуальных прав. Ну и далее, в осеннюю сессию, по нашим предположениям, мы будем готовы к рассмотрению во втором чтении изменений в целом, в части четвертую. Авторское право, смежные права. Это как продолжение у нас, по сути, да, получится? То, что мы сегодня обсуждаем, как продолжение. Скажите, пожалуйста, Сергей Юрьевич, я на самом деле нахожусь до сих пор, хотя мы две недели назад с вами встречались и обсуждали еще предыдущий блок поправок, тем не менее я до сих пор нахожусь под впечатлением одной, на мой взгляд, основополагающей вещи, которой я не вижу. Может быть, я просто что-то пропустила, но тем не менее я не вижу какого-то особого внимания со стороны средств массовой информации, потому что она звучит-то скучно. Вот, откровенно говоря, звучит скучно. Позволите мне на секунду вернуться для того, чтобы потом пройти немножко вперед. Я говорю сейчас, конечно же, о добросовестности. Говорю, почему о добросовестности, почему хочу для наших слушателей подчеркнуть. Дело в том, что так как у нас, по сути, добросовестность становится, в том числе при заключении сделок, это вот в результате тех изменений и поправок в гражданский кодекс, который сейчас у нас происходит, добросовестность становится одним из основополагающих принципов, которые нужно помнить всем субъектам гражданского права, по сути, особенности заключающих сделки. Это как и юридические лица, так и, собственно говоря, физические лица, потому что в некоторых ситуациях нельзя будет сделки даже оспорить. Вот скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю или поправьте меня, что вот эти принципы, включаемые сейчас в гражданской законодательстве, на мой взгляд, переворачивающие его во многом с ног на голову, но это так незаметно, вот где-то там происходит, какие-то статьи добавили, а в правоприимительной практике это будет очень серьезным шагом вперед, на мой взгляд. Но тем не менее, вот эти вот принципы, планируется ли что-то, ну, я не знаю, в этом же роде. Такой длинный у меня вопрос получился, потому что я об этой добросовестности думаю до сих пор, две недели уже. Спасибо за вот такую оценку введения в гражданское законодательство принципа добросовестности. Вениамин Федорович Яковлев очень активно продвигал эту идею, и, как мне представляется, он является, наверное, главным движущим лицом по, скажем так, проталкиванию этого принципа добросовестности в основные правила гражданского законодательства. Я рассчитываю, что это всерьез и надолго. Мы говорили с вами в прошлый раз, что принцип добросовестности в данном случае является своеобразным противовесом другим принципам гражданского законодательства, свобода договора и автономия сторон при заключении сделки. На мой взгляд, это подчеркивает то, что в нашей жизни экономической, политической, социальной, юридической, любой другой, правила добросовестности, принцип добросовестности, он должен быть доминирующим. Надо вести себя по правилам. Надо вести себя по правилам, которые существуют, по правилам моральным, по правилам, которые у нас содержатся в различных нормативных актах, и то, что мы обсуждаем сейчас, интеллектуальные права. Ведь не было бы необходимости, конечно, в формировании такого многоступенчатого механизма, когда мы через обеспечительные меры, через принятие решения судом общей юрисдикции выходим на закон об информации, который дает возможность федеральному органу, который наблюдает, который осуществляет государственный контроль и надзор в сфере массовой коммуникации, давать возможность делать соответствующие предписания интернет-провайдерам, и в случае, если нет никакой реакции, то ограничивать доступ к сети. Вот принцип добросовестности, как мне представляется, это основное правило поведения жизни. Правильно ли я понимаю тогда то, что мы сегодня через призму той самой добросовестности, которая впрямую прописана и в том числе с точки зрения юридической важна, допустим, в оценке законности сделок и возможности их оспаривания. Но мы сегодня совершенно говорили не о сделках, хотя я все равно вернулась, извиняюсь. Прошу прощения у вас и у наших слушателей. Я чувствую, затронула вас эта тема. Меня затронула эта тема, но и более того, я считаю, что она важна для любого человека, который ведет любую деятельность, будь то бизнес-деятельность, соответственно, с заключением сделки, будь то физическая лица. На самом деле мы же с вами понимаем, что принципы гражданского законодательства, они имеют отношение ко всем. Ну это базис, основа. Да, конечно, ко всем блокам гражданского законодательства. Сделки, интеллектуальные права, я не знаю, ну все другие вопросы. Объекты недвижимости, объекты гражданских прав и так далее, и так далее. Но тем не менее, я сегодня вас слушаю, Сергей Юрьевич, понимаю, что все, что мы сегодня обсуждали, тоже можно одним словом обозначить. Добросовестность, да, просто это, скажем так, механизм выполнения добросовестных действий. Согласен, согласен. В целом так, да, к сожалению, приходится прописывать. Согласен, да, согласен. Это вот, если хотите, дорога, по которой мы должны идти все вместе. А вот скажите, Сергей Юрьевич, а в осеннюю сессию вы уже приоткрыли нам немного возможные планы, да, будем надеяться, что они сбудутся. Что еще, в принципе, нас ожидает, вот кроме непосредственно дальнейшего развития темы об интеллектуальных правах именно в гражданском законодательстве, кроме четвертой части вы ее уже... Пока мы на, вот, лист ожидания, если хотите, да, в качестве первой позиции выносим четвертую часть гражданского кодекса. Пока мы считаем, что достаточно хорошо проработан материал. Опять же, было много вопросов со стороны заинтересованных лиц, людей, организаций, которых так или иначе затрагивают изменения, предполагаемые изменения в часть четвертой. Мы считаем, что... Это все авторское право, да, будет затронуто, что там? Все вопросы интеллектуальной собственности. То есть, опять же, будет через призму, как я говорю, добросовестности. Я, наверное, вас уже замучила сегодня этим словом, но, опять же, будут прописаны более подробно те механизмы, да, потому что все, о чем мы сегодня говорили, в целом, оно уже у нас, как и в некотором состоянии, в законодательстве находилось. Ну, в целом. Хотя, вот тут честь и достоинство, возможность доброй лжи защиты не было такого. Главная идея, которая, как мне представляется, будет проходить через изменения в часть четвертую гражданского кодекса, это поиск баланса между интересами правообладателей, пользователей и общественности. У нас была достаточно большая дискуссия по изменению в статью 12.75 Гражданского кодекса Российской Федерации. Как раз интересы общественности, интересы библиотек, интересы архивов, интересы общеобразовательных учреждений, они шли несколько вразрез с интересами правообладателей, потому что люди, которые приходят в учреждения, носящие публичный характер, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы получить максимально оперативную, свежую и актуальную информацию в области литературы, в области... Правообладатель говорит, рубль дайте мне. Правообладатель говорит, да, что не надо ни в коем случае копировать больше, чем в одном экземпляре то произведение, которое является моим. Мы обсуждаем вопрос о введении института открытой лицензии, когда правообладатель может заявить определенные условия, которые, с его точки зрения, являются достаточными для того, чтобы объект интеллектуальной собственности был введен в оборот. При этом это может быть безвозмездно, если это предусмотрено договором. Здесь, если хотите, мы таким образом авторское право пытаемся приспособить к цифровой эпохе, потому что понятно, что люди, которые занимаются интернетом, они заинтересованы в том, чтобы как можно больше информации проходило через их ресурсы, не ставя на первое место проблемы авторского права. Правообладатель, конечно, заинтересован в том, чтобы получать должное вознаграждение. Мы с вами, как потребители и миллионы других людей, я думаю, что тоже вряд ли задумываются об интересах правообладателя в первую очередь. Поэтому в данном случае у правообладателя появляется очень хороший механизм, казалось бы, в первую очередь на безвозмездной основе заявить о себе. Но таким образом, если хотите сделать себе доброе имя, привлечь к себе дополнительное внимание. Поэтому здесь... Я перебил чуть-чуть, Сергей Юрьевич, да, у меня много вопросов на самом деле назревает, но у нас осталось две минутки, и вопрос у меня немножко может быть совсем необычный, и уж, скорее всего, наверное, не тот вопрос, который должен задавать адвокат, но тем не менее, мне очень хочется его задать. Вот, смотрите, если, предположим, я условный некий правообладатель, у меня есть некое произведение, которое я сама выложила, бесплатно предоставила, ну, в ту же сеть интернет. И это произведение появилось на другом сайте. Я сейчас думаю, как по аналогии. Вот мы сегодня обсуждали честь и достоинство. Если взяты открытые сведения, которые общедоступны, то такие сведения уже не защищаются, если человек сам их, тем более, распространил. Вот в данной ситуации будет ли иметь такой правообладатель право на защиту? Нужно смотреть на содержание договора. А если я на своем сайте, у меня нет договора? Я взяла и сама лично, все равно, что вынесла, там, на площадь поставила, все смотрите, и то же самое сделала с сеть интернет. У меня нет ни с кем договора, но я сама распространила, и сделала общедоступно. По вашей собственной инициативе, в вашем интересе, без какого-то ни было давления, влияния. Ну, конечно. То есть, вот мне даже интересно субъективно, может ли это произведение дальше взять любой, наверное, сайт и сказать, оно было общедоступным и бесплатным, и вот мы теперь распространяем. Но тоже вопрос, осталась буквально минуточка. Хотел сказать спасибо вам огромное, Сергей Юрьевич, потому что сейчас происходят в гражданском законодательстве большие изменения, огромные изменения, в том числе затрагивающие базисные, ну, действительно, основу наших правоотношений во многих областях. Касается это каждого из нас, в том числе и вопросов бизнеса, и вопросов частных граждан, в любой, наверное, сфере деятельности. Я напоминаю, что в студии был Сергей Юрьевич Фабричный, депутат Государственной Думы, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, член фракции «Единая Россия». Спасибо еще раз, и я очень надеюсь, что когда будут новости, связанные с последующими изменениями в гражданском законодательстве, продолжающие ту линию, которая сейчас происходит, вы все-таки не откажете, нам придется еще раз в студию. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.